здравствуйте друзья вы на канале готовим быстро вкусно и просто и сегодня я покажу вам как солить рыбу вернее не как солить а как я солю рыбу сегодня для засолки мы возьмем лосось для засолки нам понадобится 4 ложки столовые соли 3 столовые ложки сахара пол чайной ложки имбиря у меня потертый уже в баночке пол чайной ложки цедры апельсина и 50 грамм водки также нам нужен пучок укропа ну и конечно же лосось у меня он свежий не бывший до того в заморозке режем мелко укроп мы будем использовать все и сам укроп и ножки потому как потом их все равно смоем после засолки аромат они дадут не хуже чем сами листочки и так 4 ложки соли 3 ложки сахара сверху теперь кладем примерно половина чайной ложки уже натертого имбиря вот у меня вот столько аромат отрем цедру апельсина добавляем в эту смесь наш укроп порезанный слегка перемешиваем видите можно руками наверное так и лучше будет даже мы немножко его прижмем чтобы соль с сахаром прям в него впитались и последняя изюминка это водка мы берем примерно 50 грамм водку можете брать любую а некоторые беру берут коньяк виски я не знаю кому что нравится в принципе вкуса водки у вас особо не будет и слегка вернее постепенно наливаете его и у вас должна получиться такая вот кашица рыбу лучше брать одним куском но так как у меня форма емкость где я буду солить квадратная я наверно разрежу свою рыбу на два кусочка мой лосось со шкуркой я предпочитаю так это важно для меня ну и теперь начинаем накладывать свой маринад прям густо густо накладываем на рыбу и на этот кусочек тоже ну и наверное на дно чтобы под шкурой тоже было был маринадик вот так вот хорошо проверили чтобы она все было закрыто рыбу мы ставим под пресс я использую обычную тарелку и сверху ставлю ступку ступку она мраморная и очень тяжелая вы можете поставить кастрюлю с водой гирю но все что у вас есть тяжелая оставляем нашу рыбу под гнетом на два часа при комнатной температуре а потом перемещаем рыбу под тем же гнетом на 24 часа в холодильник ну вот у нас прошло 24 часа а вы не заметили я вытащила нашу рыбу она пустила сок и она уже у нас просолилась сейчас мы ее достанем и хорошо промоем укроп и специи нам уже не нужны они уже отдали все свои ароматы нашей рыбки мы их смываем хорошенько хорошенько промываем промываем и водку которую мы залили сейчас промытую рыбу нужно обсушить бумажным полотенцем хорошенько хорошенько промакиваем чтобы убрать лишнюю влагу вот так вот и второй кусочек также ну и начинаем резать не дорезая потому что у нас здесь шкурка и она нам не нужно смотрите аккуратненько если есть косточки вы чувствуете значит надо их сперва убрать я вроде брала филе ну вот я смотрю пару косточек у меня есть вот такая она красивая получается ну вот такая рыбка у нас получилась очень вкусной мы уже попробовали чтобы достичь такого результата конечно лучше брать не замороженную рыбу свежую можно солить и замороженную я обычно солю замороженную для салата под шубой ну вот как то так покушать получить удовольствие конечно лучше такую но я на этом заканчиваю не запад не забывайте подписываться ставить лайки всем всего хорошего хорошего настроения готовьте с нами всего доброго и где и